Наткнулся тут на довольно необычную, и я бы даже сказал несколько зловещую статью в свете последних экономических событий. Статья была опубликована агентством Bloomberg, и я решил поделиться ею с вами сегодня. Мне кажется, это очень важно. Прежде чем мы перейдем к делу, не забудьте передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо. Итак, Bloomberg сообщает, что Соединенные Штаты и Китай договорились о создании совместной группы по борьбе с финансовым стрессом. Это, конечно, очень хорошая новость, с одной стороны. Ведь она показывает, что у Соединенных Штатов Америки и Китая все еще есть желание сотрудничать по вопросам, которые могут иметь глобальные последствия. Учитывая то, насколько взаимосвязан мир, финансовый кризис в США или в Китае теоретически будет иметь большое влияние на всех нас. Однако время принятия этого решения о создании этой совместной группы между Китаем и США выбрано подозрительно странно. Учитывая, что всего 20 дней назад мы наблюдали крупнейшее падение в истории японского фондового рынка. 5 августа сначала японская фондовая биржа, а затем и мировые рынки рухнули, вызвав опасения по поводу надвигающегося финансового кризиса. Хотя с тех пор рынки восстановились, этот случай до сих пор воспринимается как явный красный флаг. Особенно в свете того, что США и Китай, несмотря на все распри между этими странами, внезапно создают рабочую группу по финансовому кризису. Блумберг признает, что это очень редкий пример того, как две крупнейшие экономики мира, чьи отношения достаточно напряжены, ищут общий язык. Так, 19 августа 2024 года казначейство США опубликовало заявление, в котором говорится следующее. Китай и США провели встречу и договорились о координации действий во время финансового стресса для укрепления надлежащего обмена информацией и снижения общей неопределенности между казначейством США и Народным банком Китая. Цель – разрешение кризисов, в том числе и финансового. Я считаю, что определенная координация действий в ответ на возможный экономический или финансовый крах – это действительно шаг в правильном направлении. Было бы неплохо, если бы эти шаги этих двух стран распространились бы и на другие области, особенно на те, что связаны с безопасностью. Хотя мы, конечно, понимаем, что это маловероятно, и это просто попытка выдать желаемое за действительное. Так или иначе, создание совместной финансовой группы реагирования или китайско-американской команды довольно необычно, особенно для Соединенных Штатов и Китая. Таким образом, возникает вопрос, почему это происходит именно сейчас? Как мы можем это объяснить? Я считаю, что есть несколько причин, но мы обсудим две основные. Во-первых, Китай, крупнейший иностранный покупатель казначейских облигаций США, сейчас продает те же казначейские облигации США ускоренными темпами и делает это уже больше года. Как вы можете видеть здесь, на этом графике, за последнее десятилетие их запасы американских облигаций сократились почти до уровня 2010 года. В то же время наблюдается устойчивый и растущий спрос на золото. Основных центральных банков BRICS, Китая, Индии и России. Возможно, однажды они созреют и до того, чтобы сделать биткоин резервным активом наряду с золотом. Эти две тенденции говорят нам о дедоларизации и золотизации, если так можно сказать. Кроме того, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что Китай, который является торговым партнером номер один для большинства стран мира, в настоящее время проводит все больше сделок в юанях, а не в долларах США. Так, в своей трансграничной торговле Китай уже использует юани для 52,9% случаев. И в 42,8% случаев он использует доллар США. И это происходит потому, что мир, в том числе, я надеюсь, и Соединенные Штаты тоже, понимает, что США находятся на пути к кризису суверенного долга, который уже намного хуже финансового кризиса 2008 года. И поэтому риски для мировой экономики на самом деле огромны, именно по этой причине, ведь все экономики взаимосвязаны. В последнем докладе Международного валютного фонда от июля 2024 года содержится информация о тенденциях в международной торговле, которая подчеркивает продолжающуюся фрагментацию глобального рынка. То есть глобальный мир фактически делится на пазлы прямо сейчас. Страны фактически вводят односторонние торговые ограничения, что в конечном итоге приведет к значительному ослаблению экономики, снижению темпов экономического роста во всем мире и снижению устойчивости к различным потрясениям, в том числе связанными с вооруженными конфликтами или кризисом здравоохранения. Вот что они пишут в своем документе. К сожалению, мы все больше и больше отдаляемся от этих базовых принципов, говорит Международный валютный фонд. Хотя Международный валютный фонд не слишком вдавался в подробности, на мой взгляд совершенно ясно, что если те факторы, которые ухудшают эти неутешительные перспективы, не будут обращены вспять, и я говорю в основном об экономических санкциях, торговых барьерах, о вооруженных конфликтах, если все это не будет решено, можно с уверенностью предположить, что экономические условия навряд ли существенно улучшатся. Поэтому, учитывая это, я считаю, что эта совместная попытка Соединенных Штатов и Китая каким-то образом управлять глобальными финансовыми рисками – это шаг в правильном направлении. Это меня обнадеживает. Очень часто я обсуждаю последние экономические данные и риски, связанные с банковским сектором. Я считаю, что эти данные применимы и к этой истории Соединенными Штатами и Китаем, так как ситуация в этом секторе также могла послужить эффективным стимулом для попытки начать этот диалог между двумя конкурирующими экономиками. Китай исторически был одним из главных держателей долговых обязательств США. Однако из-за геополитической напряженности он продает их. Япония делает то же самое. Даже Бельгия продает казначейские облигации США. США очень обеспокоены тем, что мировой спрос на доллар из-за этого постепенно снижается. Он не исчезнет внезапно и в одночасье, но точно будет ослабевать. И если мы посмотрим на банковский сектор, то мы будем вынуждены признать, что финансовый сектор взаимозависим. Например, немецкие банки в значительной степени связаны с кредитами на коммерческую недвижимость в Соединенных Штатах Америки. При снижении стоимости коммерческой недвижимости на 20, 30 или даже 40 процентов, они окажутся в зоне риска. И немецкие банки сейчас буквально на крючке. Поскольку Германия является крупнейшей экономикой Европы, можно с уверенностью сказать, что это затронет и всю Европу в том числе. Фактически, европейские банки держат полтора триллиона долларов в проблемных и потечных кредитах Соединенных Штатов. И мы знаем, что французские и немецкие банки являются крупнейшими кредиторами коммерческой недвижимости. Что интересно, так это то, что Bloomberg сообщает, что китайские компании могут поддаться соблазну продать активы, динаминированные в долларах, на сумму 1 триллион долларов, если ФРА США начнет цикл снижения процентной ставки. Какой вывод всей этой истории? Скоординированные усилия Соединенных Штатов и Китая, направленные на то, чтобы хотя бы иметь открытую линию общения на всякий случай, свидетельствуют о том, что события 5 августа 2024 года могли бы быть еще более разрушительными. И наихудшего сценария удалось избежать только потому, что Китай переступил через себя, Соединенные Штаты переступили через себя, и они вместе начали сотрудничать. Однако эти риски все еще на столе, и поэтому я повторю наше заклинание. Золото, серебро и биткоин. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok